Вопрос из недавнего Суходоева на вебинаре высказал в определенной мере критику в сторону программы криптовиты и подмигал, что ожидает резцию со стороны Юницкого. Дальше последовала информация о критике проекта SkyWay в Ломбардии и комментарии со стороны Юницкого. Как может повлиять программа криптовита на отношение с головной компанией, какое отношение имеет к презентарскому времени в Ломбардии? В Ломбардии такое ощущение, что кто-то специально заслал товарищей, мы уже выяснили, мы сделали расследование, там какой-то был Александр Слюсар, что ли фамилия, я так подумал, что Димон брат сразу на итальянском выступал. Местный итальянец. Самое интересное, в Ломбардии было выступление в партиях, то есть там был какой-то спор в партии, представляете, и выступают перед партиями, ну и типа рассказывают так, что это круто, вот вы должны отреагировать и решить и так далее, и так далее. И ведущая партия обращается к партии оппозиционной, говорит, вот видите, какая-то фигня, и расследование там у них даже было, что запретить SkyWay Capital работать. Потом, когда начали выяснять, эти люди не работают у нас. Ну, может они зарегистрированы, может они что угодно могут зарегистрироваться, согласитесь. Но эти люди не работают у нас. И в Ломбардии у нас наши представители и кураторы не встречались с этими людьми. И когда наши встречаются представители и кураторы, они ведут себя деликатно и ведут разговоры, как представители с ВИГа, но не как представители SkyWay. явно были выступления, что это представительская ВЭЭ. И естественно, со словами Илья Николаевича Юницкого, критика почему? Потому что кто-то портит реальный воздух нам. А кто, непонятно. И с какой целью, это тоже непонятно с Дианой. И естественно, было две статьи или три статьи, которые написали, что этого быть не может. Но даже презентации, которые проводились там, частично взяты были с наших слайдов, я не знаю, где они взяли слайд, да. Частично что-то придумали своего. И там даже не показывали, это старые фотографии, когда мы еще 4-5 лет назад презентации делали, да. То есть я не знаю, кто это такой. И естественно, сейчас мы там выясняем, делаем расследование и что-то будем делать. Потому что даже АСВИК, АСКВНС Групп, тоже написали, что мы там плохое что-то написали, мы сейчас будем разбираться и смотреть. На слова Суходоева и заключение Суходоева, да, ну это же его право. Ну каждый имеет свое право на мнение. Но тем не менее, тем не менее, мне что интересно, что даже Суходоев был в руководящем составе. И он получит в то время как руководитель даже токены. Потому что мы среди всех распределим портфель, который существует в СВИКе. Кто работал раньше, кто работает сейчас, с 14-го года, да. Конечно, можно не верить. И я вам скажу, что и кто-то когда-то не верил. А мы одних первых поддержали. И тот же Суходоев Скайвей поддержал, еще деньги вкладывал в Скайвей. Когда еще не было сайта, ему расписку писали, что вот ты вкладываешь деньги, мы тебе акции дадим. Ну вкладывался, вкладывал, да. Поэтому у каждого человека есть свои желания и у каждого человека есть свои мнения. По одному и другому поводу. Но что хочу сказать про многих людей, которые вообще существуют в мире. И то, над чем я борюсь и хочу донести многим людям. Что, дорогие друзья, любой дурак может заработать деньги. Любой абсолютно. Сохранить и премножить, это уже искусство. И это понимание науки инвестирования. Поэтому была создана академия, которая позволяет вам изучить, что это такое. И те люди, которые Суходоев и многие другие, которых потом я с ними расстался, потому что они не выполнили своих обязательств. Ни Суходоев, ни Сибиряков, ни другие, которые работали, там Маслов Владимиров и все остальные, которые должны были для Свига делать определенную работу. Они не делали эту работу, мы с ними расстались. Но никто из них, знаете, как говорит, да твои знания в инвестировании, что ты расскажешь, фигня какая-то. Вот знаете, мне просто это удивляло, потому что люди, которые у меня в академии деньги платили за это, они принимали какая-то ценность. А тут бесплатно, иди в кабинете, бери и изучай, и это фигня. Поэтому то, что готовилось Суходоевым и Сибиряковым, когда я это узнал, там не было бы многоуровневого края от инвестиций. Извините меня, у меня армия людей. И если, предположим, завтра каким-то образом, ну, к примеру, вот, ну, к примеру, компания Skyway уже все начнут слать по миллиарду долларов, да, все фактически сеть сегодняшняя в 500 тысяч человек, у которых есть 525 тысяч, она останется без работы, так и получается. А это люди профессионалы многоуровневого маркетинга. Я готовлю в большей степени сегодня платформу для моей команды, для моих людей, чтобы у них всегда была работа, и через 10, и через 20, и через 30, и через 50 лет. Потому что профессия менеджера многоуровневого краудинвестинга, это фактически вечная профессия. Все профессии могут теряться. Я вот за 21 год в этом году буду многоуровневого маркетинга. Знаете, сколько профессий видел, сколько приходили и уходили? Люди, которые работали на одной работе, на второй. А сетевики работу не ищут, сетевики работу дают. Они дают возможности. Поэтому я, в первую очередь, беспокоюсь за свою команду. Я хочу, чтобы моя команда имела наилучшие возможности как в бизнесе, так и в развитии инвестиционном. И поэтому вопрос, когда был анкета, там был такой вопрос. Если все уже у вас хорошо, и денег вы получаете, и все мечты у вас уже реализованы, там был такой вопрос. Будете ли вы дальше заниматься и инвестированием, и развитием многоуровневого краудинвестинга? И знаете, что мне понравилось? 95% людей написали, кто заполнил анкеты, что да. Значит, что? Значит, это люди-сетевики, для которых профессия сетевого маркетинга, это профессия, они профессионально работают в этой отрасли. И я хочу таким образом, вдруг по какой-то причине, вдруг по какой-то причине в Skyway перестанет работать многоуровневый краудинвестинг, чтобы люди в криптоюнити, работая со мной, имели стабильность на их долгие-долгие годы. Ну, знаете, как компания Amway, она вечная, она была, есть и будет, она никуда не уйдет. Почему? Потому что, первое, система образования и обучения очень высокая. Ну, продукт играет там большую роль, а система образования и обучения, вот что играет большую роль. Поэтому она вечная. Вот я хочу, чтобы мы были пионерами нашей компании, SWIG, она была пионером в тренде, в новом тренде многоуровневого краудинвестинга. Чтобы она была пионером. Да, мы, может, не будем единственными, но пионером, чтобы мы были. Как Amway многоуровневый маркетинг. И я имею потенциал, полный потенциал к этому направлению. Да, я знаю, что всегда будут люди, которые будут работать, готовы работать на комбишн, и их будут устраивать работать на комбишн, на комиссионное вознаграждение. Таких людей в мире, хотите или не хотите, почти 25 или 35 процентов. Они всегда были, есть и будут. И вот для таких людей я хочу создать платформу и систему взаимодействия, чтобы эти люди всегда были с работой, чтобы был всегда высокий уровень потенциала роста. И кто-то неодобрение высказал, там, Суходой, Анатолий Ильич Юницкий, там. Ну да, ему разговаривали, Анатолий Ильич Юницкий сказал, говорит, что ты, Андрей, эту свинью подсовываешь. Ну, потому что ему, наверное, так доложили, что я на свинью подсовываю. Но я 27-го буду там, и мне, естественно, все это, я расскажу и покажу статистику, дорогие друзья, статистику покажу, при которой вот я сейчас смотрю, да, вот, пока мы разговаривали, а у нас увеличение продаж на 10, за 3 часа 10 покупок. Это гораздо больше, чем в апреле месяце, благодаря этой программе, без всяких переходов на этапы. А когда пойдут еще первые выплаты, так, извините, там очередь будет выстраиваться, а пакеты будут ограничены. Поэтому все это сделано еще две причины. Дать наилучшие возможности для инвестиционного направления нашим партнерам и для заработков. А второй момент, чтобы мы быстрее, быстро сейчас закрыли вход в корневую технологию. Так, простой вопрос вам всем задам. Вы хотите, чтобы мы уже смогли создать такой потенциал, чтобы акции стоили минимум по одному доллару? Все, их входа в корневую компанию закрыта, и акции можно только купить по одному доллару. Я лично хочу, я все для этого делаю. Я в Москве, когда был, я показывал, как крупные акулы могут опустить вообще стоимость акций на нет. Я знаю, как мы можем поднять акции до очень высокого уровня и продать по той цене позавышенной, которую мы хотим. Для этого нам 1 миллиард человек нужен в наших рядах. И тогда мы сможем курировать ростом.